всех приветствую с вами я ваш веган христолюб у нас с вами сегодня такое видео называется она не веган ибо иисус дал власть над вредителями наступать на них на змеи на скорпионов видео появилось не случайно во первых перед ним я всем вам рекомендую посмотреть видео вредители на моем канале если вы его не смотрели это видео по сути продолжение предыдущего поводом явился вопрос в комментарии к одному видео что как поступать с вредителями которые там но так называемым вредителями которыми человек как-то вредят мне бог положил на сердце место из писания где иисус вот как бы говорит даю вам власть наступать на силу вражью на змеи на скорпионов поэтому я как христианин отвечаю на все вопросы по библии на те места даю ответы которые якобы могут дать человеку повод или оправдание не быть веганом потому что да вот то 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 в библии сказано или написано и несмотря на то что в библии действительно много там искажений переводов непонятно когда нас дошедших но даже то что дошло умудряется еще это как-нибудь извратить и подвести взять себе за повод для того чтобы творить зло оправдать зло таких мест много в библии да вообще как я всегда вы знаете выражаю что в библии действительно можно найти оправдание любому греху абсолютно вплоть до дето убийство или изнасилование детей там есть всякое да если сказать что все там истина и вот все что там описано значит значит это добро раз от просто описано причем порой действительно в отрицательном контексте что это плохо но все равно вырывают там 4 извращают и выдают что якобы раз там это написано то я тоже могу так делать давайте мы сначала зачитаем это место 70 учеников возвратились с радостью к иисусу и говорили возвратились к иисусу с радостью говорили господи и бесы повинуются нам об имени твоем он же сказал им я видел сатану спадшего с неба как молнию вот даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражью и ничто не повредит вам однако же тому не радуйте что духи вам повинуются но радуйтесь там тому что имена ваши написаны на небесах ну первое что я всегда естественно рекомендую в обязательном порядке как здесь я себе небольшие комментарии пометочки сделан о чем сказать ну и первое что понять контекст надо прочитать десятую главу пусть не целиком но хотя бы само это место она же вырвана из определенного контекста и контекст как вы видите это не маленький я это специально всегда делаю так всеобъемлюще мало ли кто-то может вообще никогда не читал кому-то интересно вот то чтобы понять это место вообще слова иисуса ну как минимум прочитать здесь не все евангелие но хотя бы вот десятую главу это из нее это место но и прочитать надо не только эти стихи а с первого по 24 стих что для вас сейчас и сделаю после того но там определенных событий господь избрал себе 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место куда сам хотел идти и сказала жатвы много а делателей мало и так молите господина жаты чтобы выслал делать или нажатву свою идите я посылаю вас как агнцев среди волков не берите ни мешка не сумки не обуви никого и никого на дороге не приветствуйте в какой дом войдете сперва говорите мир дому сему если будет там сын мира то прибудет на нем мир ваш а если нет то к вам возвратиться в доме же в том оставайтесь ешьте и пейте что у них есть ибо трудящийся достоин награды за труды свои не переходите из дома в дом если придет если придете в какой город и примут вас ешьте что вам предложат и исцеляйте находясь в нем больных и говорить им приблизилась к вам царство божие если же придет как придете в какой город и не примут вас то выйдя на улицу скажите и прах прилипший к нам от вашего города отрисите вам однако же знайте что приблизилась к вам царство божие сказываю вам что содома в день судны будет отраден, нежели горду тому. Горе тебе, Харазин, горе тебе, Вифсайда. Ибо если бы в Тире, Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище, и пепле покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаун, до неба вознешся, до ада не звернешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается. И отвергающийся меня отвергает пославшего меня вот такая была речь проповедь иисуса к своим ученикам которых он сам послал тоже на проповедь любви до добра на словах как мы видим на делах то есть исцелять больных куда не придут изгонять бесов и содержимых людей по возможности кормить поить что у них там будет ну и сами в этих домах кушать и есть да ну просто знаем что они сами тоже помогали по возможности кто им помогал ну и тут мы с вами видим вот откуда это место что 70 учеников возвратились когда походили по проповедовали потворили добро разными делами в частности изгнанием бесов и задержимых злыми духами людей и говорят с радостью господи и бесы повинуются нам об имени твоем иисус уже сказал я видел сатану спадшего с неба как молнии вот даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражи ничто не повредит вам однако же тому не радуйтесь что духи вам повинуются но радуйтесь тому что имена ваши написано на небесах в тот час возврат возрадовался духом иисус и сказал славлю отче господи небо и земли что ты утаил этот от мудрых и разумных открыл младенцам до отче бы таково было твое благоволение и обратившись к ученикам сказал все предано мне отцом моим никто и кто есть сын не знает никто кроме отца и кто есть отец не знает никто кроме сына кому сын хочет открыть и обратившись к ученикам сказал им особо блажены отче видевшие то что вы видите ибо сказываю вам что многие пророки и цари желали видеть что вы видите и не видели и слышать что вы слышали и не слышали вот такой вот достаточно большой как всегда если брать контекст эпизод дальше там переходит уже к следующем событии мы видим откуда это взято и действительно теперь вчитавшись в слова иисуса еще раз да то есть мы видим что ученики были посланы на проповедь в том числе творить добрые дела в том числе изгоняя бесов и задержимых злыми духами людей и у них это получалось они этому рады пришли с иисусом ему об этом доложить с ней вместе порадоваться и что же он им говорит иисус всегда говорит очень часто причем в одном предложении в одной речи и приточными символичным низу языком мы знаем что еще в раю при соблазнении при грех падении адаму с евой их искушал дьявол и в библии нам описан вид его как вид змеи змеи до змея хотя на самом деле ангелы и сам без дьявол это не змей да вот это ангел вообще не такие же как люди абсолютно это то тот мир то есть такой же зеркальный они практически как люди один в один не зря кто читал библию вот кроме может сказать этого случая где дьявол нам представлены в виде змеи на древе да на дереве во всех остальных местах во всей библии ангелы являются людям как люди они их от людей не могут отличить они все думали что это обычные люди да вот и поэтому здесь же мы видим что в одном даже предложение иисус как всегда просто говорит о том что он не повелевает конечно людям теперь убивать присмыкающихся там змеи скорпионов насекомых кого угодно до вредители так называемых нет этого просто образный язык вот и все прочитайте теперь это сами или давайте я вместе с вами да еще раз слова иисуса даже сейчас ну ладно я видел сатану спадшего с неба как молнию вот даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражью и ничто не повредит вам однако же тому не радуйтесь что духе повинуть вам радуйтесь тому что именно ваш написанных бесах еще раз читаем все даю вам власть наступать на смей скорпионов и не радуйтесь тому что духе повинуются вам наступать на змеи на скорпионов это образный язык того чем иисус потом говорит прямо то есть власть нам дана над духами над нечистыми духами на духами злыми ну хотите в народе просто называют бесами вот и все оказывается этот символьный язык наступать на змей скорпионов и всю силу вражью наступать имеется в виду получить власть и я вот тут вторым пунктом так и пометил себе для вас чтобы сказать наступать и убивать во-первых не одно и то же даже самому дьяволу искушаем его в пустыню иисус предложил следовать за ним да как и петру которого назвал дьяволом когда тот противился ему ему его пути жизни жертвенному подвигу о смерти на кресте убийство его на кресте это действительно так бог никого не уничтожает да даже бесы когда-нибудь покаются вместе с самыми последними грешниками и очень важно понимать наступать и убивать то есть одно дело прижать взять в рамки до ограничить чье-то движение какого-то злодея да вот а другое дело уничтожить это огромная разница не путайте то есть даже здесь иисус ничего плохого не сказал мы когда видим что кто-то кого-то там бьет мы пытаемся этого дручуна вот так взять сказать ты что делаешь да там остановить эту агрессию или уж спиной защитить или груди попытаться его даже свернуть взять над ним власть взять силы его до взять его в другой дети когда дерутся родители по комнатам разводят двери закрывают да то есть наступить то есть мы видим это просто слово власть имела первых я не убить это очень важно тоже да не уничтожить на то есть искоренить зло злом нет власть бог дал это огромная разница до силу вот поэтому и плюс это же мы видим что это образный язык наступать на змей скорпионов это все равно что чтобы духи злобы нам повиновались вот и все поэтому кто знает вообще я про те же самых змей рассказывал я гладил эпитонов у меня у знакомых сюда покаяния был вот это удивительные животные да и кто видел я тут у меня на участке полно гадюк у меня полно медянок и я здесь не убиваю любой грешник не тут не раз уж так советовали ты что-то увидел сразу убей и я говорю вы что совсем больны я не раз это и на видео показывал я не убиваю не гадюк который у меня живут не уж тем более каких-то тех самых медиана которые для человека не опасны абсолютно вот кто видел я их даже в руки брал ловил там да вот ну так чисто показать вот и поэтому конечно же и когда ты познаешь истин ты любишь все и гадюка для чего-то нужно и она просто так не нападает на человека не тоже от нее от человека не уползают если уж совсем ты где-то не зажмешь сам не начнешь на нее нападать так скажем да если она будет в какой-то безысходной ситуации она просто так на человека никогда не нападет конечно может случайно не наступить но для этого надо участок просто в порядке содержать трассить как травку ну и где ходишь вообще просто смотреть под ноги в жизни это тоже очень важно вот но опять же если ты уповаешь на бог не чувство просто так не случится мы об этом с вами и выше прочитали не заведет кусок показал да вот поэтому вот такое вот место сейчас я еще конечно поговорю но это тоже очень важный момент да во первых понимать что это символьный язык очень важно вот и даже бесов иисус не повелевал убивать уничтожать как мыльные пузыри разбивать нет власть повелевать и у кого-то уничтожить просто из бытия вычеркнуть иисус никогда этого никому не повелевал третий пунктик я себе пометил тут как и в других местах это же образ но это принципе о чем я рассказал это образ а не прямое повелеве повелевание убивать разных пресмыкающих и вредителей ибо тогда иисус снова сам себе противоречит как так как в других местах хочет любить даже врагов до силу вражью или врагов какая разница вы помните слова иисуса любить врагов благотворять благословлять молиться даже когда у тебя самого будут забирать жизнь убивает то есть об этом я принципе уже сказал то есть еще раз подытожим да то есть конечно же и здесь я не зря этот ролик так в плане вредитель то есть змеи как бы да тот я ролик записал это не важно вредит это вашим там дому так называем мышки или еще что то все можно гуманно от чего-то так скажем избавляться у нас есть у человека мозги и руки все можно сделать какие-то гуманные мышеловки их полно продают уже самому можно сделать кто рукастые да и все всего в жизни можно избавиться да все и все есть гуманный способ если у тебя открытое сердце для любви и бог все откроет ты сам найдешь информацию который нужно вот все можно избавляться от мух от комаров можно никого не убивать да вот так вот а как мы видим кого-то отстранять действительно в жизни разрешено мы что-то все устраиваем я там про сад огород предыдущем ролике тоже много говорил вот ну и принципе я еще раз тоже туда скажу четвертый пунктик у меня такой был наступать здесь не значит значит господствовать то есть господи и бесы повинуются ну мы видим что здесь как бы ответ и вопрос то есть тоже очень важно они же не спросили можно ли нам змей убивать вредителей каких-нибудь колорадских жуков нет господи и бесы повинуются на нам об имени твоем и мы видели еще с вами вся большой контекст беру максимальный в принципе контекст но это не максимально максимальность я говорю это даже еще не максимально это взять евангелие прочитать вообще чтобы понимать евангелие на всю библию знать вот это и есть максимальный контекст вообще еще самый идеальный максимальный контекст это просто истина которая раскрыта в твоем сердце если в тебе раскрыта любовь свобода и вечная жизнь и все вопросы жизни разумеваешь вот и я всегда показывал что очень важно особенно слова иисуса воспринимать хотя бы уж внутри мало маленького самого контекста это вообще очень часто ему какой-то вопрос задают или какая-то ситуация там что-то происходит. Так просто взять его слова, вырвать и что-то там из них выдавливать, это огромнейшая первая, как я все говорю, ошибка. Это вырывание из контекста, пусть даже из самого маленького. То есть бесы повинуются, а я даю вам власть. Он им просто всегда, он всегда дает. Иисус всегда говорил приточным языком или символьным, как его говорят. Приточь – это не обязательно большая история. Приточный язык подразумевает, когда ты пусть даже мелкие образы тут же вплетаешь. Да, вот он это так и сделал. Вот и все. Поэтому здесь речь идет вообще о повиновении духом именно так силе слова апостолов, которые изгоняли, как и Иисус. Мы потом знаем, он тоже не палкой калашматил ни человека, как, знаете, там ковры выбивают пыли по весне после зимы. Он же не так делал. Он просто силой слова освобождал человека от духов злобы, одержимых людей. Вот. В греческом потейн означает также попирать. То есть, ставить ни во что, не бояться, возвышаться над этим. Тут я еще в четвертом пункте, что это мы с вами всегда не забывайте читать. И когда вы читаете, уж я для тех, кто христиан там, или не знаю, может, и не христиане читают Евангелие, в частности, и Иудеи, я знаю, читают. Вот. Здесь очень важно понимать, тоже всегда посмотреть на другие переводы, хотя бы на греческий текст, который до нас дошли, которые есть с подстрочниками, там слово используется потейн, то есть попирать. Даю вам власть, видите, перевели наступать. А когда ты слово уже даже русского вставили, попирать бы. Попирать уже немножко другое слово. Ты начинаешь думать, оно редко используемое, а что значит попирать? Как это попирать? Вот. А у него есть значение. Слово попирать, оно, как бы, говорит, ставить ни во что, да? Есть тоже такое понятие, да? Попрали, там, попирают святыню, то есть, ничто она для них не значит. То есть, действительно, то есть, основная масса людей в мире боится зла, там, духов, злобы, бесов. Это и верующие, и неверующие, язычники там какой-нибудь. Темная сущность где-нибудь у него в комнате появилась, и все, у него там полные штаны, какашек, да? Вот. Тут Иисус об этом говорит, даю вам власть попирать. Да. Змей, скорпионов и всю силу вражью. То есть, тут ставить ни во что, да? Не бояться. То есть, возвышаться, попирать. То есть, ты же попираю, да? Такое слово. То есть, я выше этого. Тут тоже, видите, важно понимать, какие слова. Да до нас уже, и мы читаем конкретные переводы, там, синодальные, пусть даже новые русские, кто-то там, короля Якова перевод читает, и так далее, и так далее. Тут эти греческие подстрочники. Ну, даже они, это лишь какие-то греческие подстрочники, до нас дошедших, вот этих рукописей третьего века, там, кумранские и прочее, да? И все это, это и то, это мы только верим ученым, что все это датируется третьим веком, так Иисус вообще еще до этого жил, да? Ну, ладно, это я уже уклоняюсь. Тут и так все понятно. Кто знает, и я вот уже об этом сказал, конечная мысль какая, о том, что Иисус, Бог, любовь, приходящий во плоти, да, проповедую любовь, естественно, не мог сам себе противоречить, я говорю, как один из пунктов, я вам уже сказал, то есть, мы видим, что здесь все согласуется, это просто образный, символьный язык, мы его тоже в жизни очень часто употребляем разными такими фразами, цитатами и так далее. Вот такое вот место, поэтому, конечно же, речь не идет здесь о какой-то нелюбви в делах проявляемой, то есть, уничтожении там змеев, скорпионов или любых вредителей, я говорю, вашему здоровью, якобы там, жизни, дому, огороду и тому подобному, да, вот такое вот место. Здесь, конечно, мы видим, что оно, да, если его выдрать, можно сказать, ой, зачем я тогда буду веганом, потому что веганы, это не о еде, не только о еде, да, о том, что веган там не питается трупами убитых животных, что является проявлением ненависти нелюбви к животным и там продуктов, полученных последствием их эксплуатации этих животных, но веган это за всю любовь к животному миру, к растительному миру, да, вот, и поэтому, естественно, убийство даже змеи какой-нибудь, пусть там в поле или у вас на участке, скорпиона или какого-то вредителя, мышки, крота, ежика, вредящего вашему там дому, огороду, участку, каким-то вещам, вот, все это не от Бога, Бог есть любовь, и да, это лишь символы и образы, да, мир лежит возле, некоторые животные якобы у нас ассоциируются с каким-то злом, откуда появились вообще хищники, у меня тоже есть уже все ответы на эти вопросы на моих каналах, посмотрите, наберите, в поисковике по каналу, есть такой всегда на ютубе хищники, вам выйдут те ролики, о которых я сейчас сказал, вот, посмотрите этих, поэтому тут, тут как бы один вопрос за другой цепляется, но я все в одном видео, конечно же, не буду говорить, ну вот это место, я все, что хотел, сказал, вот, надо понимать, что Иисус никакому злу никогда, конечно же, не призывал, так что, это не повод, это место из Писания, ни в коем случае, не повод не быть веганом, не любить животных, у меня все, до встречи в следующих роликах, лепите лайки, делитесь этими роликами, чтобы люди знали правду, а эта правда делала их счастливыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok